О результатах и проблемных вопросах глава региона выступил с ежегодным докладом о своей деятельности перед депутатами окружного парламента. О социально-экономическом сотрудничестве администрация округа подписала соглашение с недропользователями, работающими на территории региона. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепетова. Время реформ в Ненецком округе завершено. В регионе сформирована крепкая социальная политика, в основе которой интересы и чаяния людей. Безусловная помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кошин. Сегодня он выступил перед депутатами окружного собрания с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации НАУ за 2015 год. В нем губернатор обозначил ключевые результаты минувшего года и проблемные вопросы, работа над которыми будет продолжена в этом году. У нас было два пути дальнейшего развития. Первое – сидеть и ждать, когда цены вернутся на уровень 100 долларов за пара или выше. Либо все-таки попытаться зависимость окружного бюджета от углеводородов снизить, в том числе и через диверсификацию экономики. И сегодня, ясно, мы выбрали верное направление. Одним из верных решений, принятых в прошлом году, по мнению главы региона, стала административная реформа. Удалось снизить количество чиновников и, соответственно, затраты на их деятельность. Забрав значительную часть полномочий из Архангельской области и муниципалитетов, администрация региона исправила положение дел во многих сферах деятельности. В минувшем году произошла перезагрузка всех окружных предприятий. Был принят ряд мер для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Благодаря новому механизму субсидирования конечного продукта в регионе происходит рост производственных показателей во всех животноводческих хозяйствах. У огропромышленников появилась возможность складывать средства в собственное развитие. За минувший год было открыто пять новых производственных объектов. Хочу особо отметить один факт в указанном направлении деятельности. Ранее производственные мощности создавались исключительно за счет средств окружного бюджета. В 2015 году мы решили отдать их на опыт самим производственникам. Еще один шаг – созданная с нуля инфраструктура для развития предпринимательства. Уже сегодня это дает первые результаты. Создано 101 новое рабочее место. В пять с половиной раз увеличилось количество частных хозяйств в селах. Прошедшие реформы обеспечили сохранность социальной поддержки наших граждан, отметил глава региона. Хочу напомнить, что по состоянию на 1 января 2016 года у нас действует 147 мер социальной помощи. 93 из них исключительно региональные. И это самое большое количество в стране. На социальные выплаты приходится 2 миллиарда 280 миллионов рублей окружного бюджета. В то время как обязательные федеральные выплаты составляют всего 172 миллиона рублей. Снижение зависимости окружного бюджета от углеводородов, в том числе через диверсификацию экономики – одно из главных направлений, по которому пошла администрация региона в 2015 году. Несмотря на кризисные явления, удалось не только сохранить долю ВРП, не связанного с природными ресурсами, но и увеличить на 600 миллионов рублей. В минувшем году округ продемонстрировал индустриальный рост в виде увеличения объема инвестиций в основной капитал на 26%, третье место в стране после Амурской и Магаданской областей, и рост индекса промышленного производства на 7%. НАУ является единственным арктическим регионом в десятке субъектов с самым высоким показателем индекса. Несмотря на период низких цен, недропользователи верят в потенциал НАУ, отметил глава региона. Набуча нефти по итогам 2015 года увеличилась на 800 тысяч тонн по сравнению с 2014 годом и составила 14,6 миллионов тонн. Приток средств в округ – одна из главных задач, которую я ставлю в своей команде. И здесь дело не ограничивается исключительно инвестициями недропользователей. В прошлом году нам удалось привлечь почти 812 миллионов рублей из федерального бюджета. Это в три раза больше, нежели в 2014 году. В числе выделенных федераций средств – 347 миллионов рублей на возобновление строительства автомобильной дороги для ИМА Русинцев. Все эти значимые для округа показатели должны иметь самое непосредственное воплощение в главном – качестве жизни нашего населения, подчеркнул в ходе выступления глава региона. Сегодня НАУ входит в шестерку регионов-лидеров по рождаемости. В минувшем году, по данным Росстата, продолжительность жизни в округе выросла до 71 года. Несмотря на эту позитивную динамику, в округе остро стоит проблема с ранней диагностикой онкологических заболеваний. Уровень смертности одного образования – единственный показатель дорожной карты по майским угадам президента в области здравоохранения, которую мы проваливаем. Среди основных итогов работы в 2015 году глава региона отметил то, что удалось закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям, выросшую за три предыдущих года. Сегодня в очереди на предоставление жилья состоит 12 семей. В минувшем году было возобновлено авиасообщение с Кировом и Сыктывкаром. Для жителей важно, что администрация округа продолжает субсидирование пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы округа. В минувшем году власти НАУ направили 346 миллионов рублей на субсидирование пассажирских перевозок. В качестве наглядного примера Игорь Кошин привёл стоимость перелёта в Усть-Кару, себестоимость которого – 22,5 тысячи рублей. Жителям билет обходится в 10 тысяч, льготникам – в 5. В 2015 году в регионе ввезено более 44 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 98% от планируемого показателя. Текущий год будет посвящён подготовке инфраструктуры под массовое строительство, отметил глава региона. Говоря об общественных инициативах, Игорь Кошин отметил, что в минувшем году количество воспитанников детских домов округа сократилось наполовину. В замещающие семьи передано 68 малышей, в два раза снизилось количество возвратов детей. Тем не менее, проблема социального сиротства по-прежнему остро стоит перед нами. Поэтому потребуется активная и действенная работа в этом направлении. Также глава региона обозначил шаги власти по созданию условий для повышения качества жизни в округе. Речь идёт о развитии раннего профильного образования, создании системы массового и профессионального спорта, качественной диагностики и развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Также главным сегодняшним вызовом губернатор назвал проблему безработицы. В завершении выступления Игорь Кошин поблагодарил депутатов окружного парламента за плодотворную совместную работу. Сегодня есть неплохие результаты работы по развитию сельскохозяйства в округе. Слышали, что в прошлом году появилось пять новых объектов. В увеличилось количество оленей в общественном стадии, увеличилось производство молока. И, конечно, это направление мы будем и дальше продолжать по поддержке наших товаропроизводителей. Неплохие успехи и в дорожном строительстве, в строительстве жилья, по поддержке нашего предпринимательства. Но мы понимаем, что 2016 год будет более сложным в плане пополнения доходной части окружного бюджета. Но вот тот задел, который был сделан в прошлом году, в том числе и в завершении административной реформы, поддержка наших сельхозтоваропроизводителей, поддержка авиаторов, поддержка дорожников, строителей, это дает определенный оптимизм в том, что мы сегодня, округ сегодня идет в правильном направлении. И тот вектор, который сегодня задан, я думаю, что вот эти кризисные явления округ пройдет, будем так говорить, с наименьшими потерями. Мы сегодня услышали, вероятно, то, что волнует рядового гражданина нашего округа о том, что социальная поддержка граждан населения будет по-прежнему крепкой и достойной. Не секрет, что беспрецедентные меры социальной поддержки граждан, губернатор озвучил это число 147, причем более 90 – это чисто региональное сотрудничество в органах исполнительной власти и законодательной власти в интересах людей. Мы действительно должны благодарностью относиться к этому, потому что мне кажется, что в пределах нашего региона оттачивается такой посыл, как национальная стратегия в интересах пожилого человека, действия программ для лиц высокого возраста, серьезная поддержка детства сбережения, серьезное выполнение семейной политики, это и многодетные семьи, это и дети. Что мне еще понравилось в сегодняшнем выступлении, это то, что губернатор не говорил о том, что настало время успокоиться, настало время только гордиться достигнутым. Напомню, губернатор округа ежегодно отчитывается перед депутатами до 1 апреля. Дальше – планомерная работа над ошибками и достижение поставленных целей. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с тремя нефтяными компаниями. Церемония подписания прошла во время проведения в столице региона юбилейных гонок на снегоходах. Со стороны недропользователей подписи под стратегически важными для региона документами поставили генеральный директор «Башнефтьполюса» Владимир Нестеренко, генеральный директор «Востокна» Владимир Сарычев и генеральный директор нефтяной компании развития регионов Михаил Топорков. За годы взаимодействия региона с компанией «Башнефтьполюс» нефтяники оснастили оборудованием образовательные учреждения округа, финансируют крупнейшие спортивные мероприятия, создают условия для подготовки профессиональных рабочих кадров для нефтяной отрасли. В 2016 году «Башнефтьполюс» увеличила сумму отчислений на 5 миллионов рублей. Часть выделенных недропользователем – 45 миллионов – администрация округа уже направила на различные мероприятия. В частности, более 5,5 миллионов рублей пошли на участие школьников округа в чемпионате по баскетболу «Кэсбаскет», приобретение лыжного инвентаря для спортшколы «Старт», финансовую поддержку лыжного перехода военно-патриотического клуба «Белый медведь». Сумму мы определяем каждый год, в зависимости от того, сколько у нас есть денег и в зависимости от того, сколько денег нужно округу. Понятно, что мы предпочли платить только налоги, но это в идеальной жизни. В реальной жизни любая компания должна что-то делать для тех людей, которые живут на тех территориях, где она работает. Поэтому, естественно, мы должны платить. И, в общем-то, этих денег не жалко, называю вещи с именами, их не жалко, потому что, когда видишь, что конкретные совершенно люди начинают жить чуть-чуть лучше, и дети начинают заниматься спортом, развивается культура, улучшается медицина, от этого хорошо. Поэтому это будет продолжаться, вне всякого сомнения. Вырастет в этом году не только сумма соглашения, но и производственные показатели Башнефтьполюса. Так, добычу ценного углеводорода планируют увеличить до 2 миллионов тонн, а инвестиции – до 25 миллиардов рублей. Совсем недавно был перейден рубеж ежесуточной добычи 6 тысяч тонн. В прошлом году компания Башнефть в целом показала наивысшие темпы роста по России. Мы, по сравнению с 2014 годом, увеличили добычу на 11,9 процента, а абсолютное увеличение – это больше 2 миллионов тонн. И здесь, конечно, у нас одним из основных драйверов этого роста, конечно, было Башнефтьполюс. Если в 2014 году добыли по Башнефтьполюсу 828 тысяч тонн, то в прошлом году 1 миллион 400, то есть рост на 69 процентов. Нефтяники не остаются в стороне от решения любых социальных вопросов. Сейчас в округе существует проблема трудоустройства. Башнефтьполюс и Востокнау включились в процесс решения общей задачи. Так, из последних трёх вакансий в Башнефтьполюсе две были отданы жителям региона. Из 42 подрядных организаций 41 зарегистрировалась в Ненецком округе. Это отличный показатель. Кроме того, компания помогает готовить специалистов и для других производств на базе Ненецкого профтехучилища. Благодаря нефтяникам в училище появился трекол, который позволит обучать студентов и жителей округа на водительскую категорию А2. Помимо этого, мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести ещё сварочное оборудование. Таким образом, это позволит ещё получать выпускникам этого профтехучилища ещё одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компании «Башнефтьполис». Расширяет своё присутствие в Ненецком округе ещё одно совместное предприятие «Башнефти» и «Лукоила» – компания «Востокнао». Так, 2 марта началось бурение поисковой скважины на южно-весовой перспективной структуре северо-ярегинского участка. Бурение следующей скважины планируется 10 апреля в районе Янгарейского лицензионного участка. Успешное освоение заполярных недр невозможно без привлечения профессиональных кадров. Компания «Востокнао» заключила соглашение с институтом САХУ, город Архангельск, для подбора кандидатов и будущей работы. И в этом году мы уже будем давать практику. В компании «Востокнао» это специалисты именно в разведке и геологоразведке. Мы надеемся на то, что эти сотрудники пойдут к нам работать. На счету компании «Востокнао» целый ряд социально значимых проектов. Согласно соглашению о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа, компания оснастила школу-сад в поселке Бугрино, приобрела необходимое оборудование в кабинеты труда и мобильные городки для детских садов и школ. В этом году компания стала генеральным партнером юбилейных соревнований на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Если в двух словах отметить и дать определение наших взаимоотношений с садом озером, с метропользователями, то, прежде всего, конечно, это взаимопомощь и причем сложную минуту. И очень здорово, что это было во времена, скажем так, высокой дорогой нефти, когда экономическая ситуация была немножко другая, было немножко проще строить долгосрочные проекты и планировать экономику. И на самом деле очень хорошо, когда это происходит, во времена, когда ценовые параметры снизились кратко. После подписания соглашений с нейдропользователями Игорь Кошин отметил, обе стороны сходятся в понимании того, что во главе угла всегда должен стоять простой человек со своими проблемами, чаяниями и заботами. Валентина Чибичек, Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Вопросы труда и занятости населения, проблемы инвалидов и пожилых людей. В Санкт-Петербурге прошел социальный форум. О его итогах поговорим с гостем студии. Эффективная социальная политика, новые решения. Форум под таким названием прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял секретарь Нинецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Коткин. В рамках форума прошли дискуссионные площадки, на которых обсудили вопросы труда и занятости населения, проблемы инвалидов и пожилых людей, семьи и демографии. В работе форума мы поговорим сегодня в студии. Сергей Николаевич, здравствуйте. Расскажите, в работе какой дискуссионной площадки приняли участие вы? Добрый вечер, Ирина. Действительно, форум был очень масштабным. С докладом выступал Дмитрий Николаевич Медведев. Было ряд дискуссионных площадок. Но самая главная задача форума была, поскольку мы уже в преддверии выборов в Государственную Думу, Федеральное собрание Российской Федерации, поэтому очень важно, с чем партия «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу пять лет жизни нашего государства. И вот этот форум был нацелен на то, чтобы собрать специалистов, приглашить людей, именно знающих проблемы, с регионов, для того, чтобы мы могли сформировать те позиции, повторюсь, с чем мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Те чаяния, те проблемы жителей России, жителей Ненецкого автономного округа, мы максимально должны вложить в нашу программу, с чем по нему, чтобы она была понятна и доступна. И я участвовал в площадке «Достойный труд. Труд. Современный вызов», поскольку если экономика сегодня в условиях вот уже третьей волны экономического кризиса адаптируется к кризису, мы уже как бы чувствуем достаточно себя спокойно, то, к сожалению, в большом, значит, люди, жители, особенно пенсионный возраст, особенно люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, они адаптируются гораздо сложнее вот к этим условиям кризиса. И в этой ситуации нужно нам понять, на как должна быть выстроена социальная политика на ближайшие годы в целом у государств и в Ненецком автономном округе. Очень интересные дискуссии. Чем хорошо вот такие форумы, напрямую задаешь вопросу министру, напрямую получаешь ответы, и напрямую получаешь ответы, если не сразу, то через какое-то время дают ответы, что, как отреагировано на тот или иной вопрос представителей региона. По труду. На мой взгляд, очень серьезные решения прозвучали у Дмитрия Анатольевича Медведева, дай бог, если мы все это сформируем в программу, включим, и у нас все получится. Но что самое важное, на мой взгляд, много мы говорили о том, что сегодня, к сожалению, минимальный размер оплаты труда намного ниже, чем прожиточный меню. В принципе, это неправильно. Вот два момента. Или это какие-то схемы есть, или действительно мы подталкиваем народ к такому нищенству. И это абсолютно неправильно. Поэтому Дмитрий Анатольевич прямо с трибуны сказал, что до 2020 года минимальный размер оплаты труда должен быть у нас выровнен с прожиточным минимумом. И уже с 1 июля этого года на 20% будут поднимать минимальный размер оплаты труда у нас. В целом по Российской Федерации. Это очень важный показатель. От этого зависит целый уровень жизни многих категорий граждан в целом по Российской Федерации. Вот это очень важно. Затем по заработным платам, бюджетным организациям. Те дорожные карты, которые были у нас выстроены по указам президента, по майским указам, они должны быть неукоснительно выполнены. И они будут находиться на особом контроле. По соотношению заработной платы руководителей государственных учреждений и муниципальных будет введено конкретное соотношение заработной платы руководителя и средняя заработная плата по учреждению или по больнице температура. Обязательно вот этих больших скачков, разрывов быть не должно в принципе. Соотношение какое уже в ходе подготовки этой программы мы определимся. Затем по заработным платам предприятий, государственных корпораций, где более 50% доля государства. Значит, их заработная плата должна соответствовать прибыли и той результатам, которые они получают по ходу своей деятельности. Каковы результаты, такова и заработная плата. Уже баснословных заработных плат, которые мы читаем и видим, в принципе быть не должно. На мой взгляд, очень важно, Дмитрий Анатольевич отметил, это создание рынка временного аренды жилья для тех, кто готов поехать в другие регионы, если есть там возможность найти работу, предоставление такой работы, должно быть предоставлено временное жилье. Вот такой фонд временного арендного жилья будет сделан. По трудоустройству молодежи. Очень много было вопросов, дискуссия была очень серьезная. Интересно то, что даже студенты выступали с учебных заведений, с высших учебных заведений, давали предложения, на мой взгляд, очень грамотные, вот такие жизненные. И вот те предложения, которые студенты давали одного из вузов, там выступали, они все вошли, и в докладе Дмитрия Анатольевича прозвучало, и надеюсь, что они в программу. Потому что сегодня молодежь у нас устроится, к сожалению, к большому, не всегда может после окончания учебного заведения. По дополнительному профессиональному образованию, по старшему поколению, по жителям с ограниченными возможностями, конкретные позиции. И это программа, которая, безусловно, должна быть выполнена в непростых условиях экономических. Сергей Николаевич, куда войдут все эти предложения, проблемы, озвученные на форуме? Значит, прежде всего, вот эта программа, которая озвучилась на форуме, мы сейчас здесь, в округе, будем встречаться с различными средами, с самыми различными, получать от них предложения, чтобы они видели, как бы они видели эту программу, какие больные точки, места, которые нам нужно в течение вот этих пяти лет разрешить. Затем эти предложения мы даем в Центральный исполнительный комитет, формируется общая программа, с которой пойдет Единая Россия на выборы, и мы надеемся, что все, что от Ненискоавтономного округа, будем надеяться, что эти позиции, но они, как правило, характерны для всей Российской Федерации, за исключением там арктических регионов, которые там, безусловно, особенности есть. Это все войдет в общую федеральную программу, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Сергей Николаевич, спасибо за экспертное мнение. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok